В 2014 году в Ненецком округе 10 детей обрели семью. Это небольшая, на первый взгляд, цифра, большое достижение для общества и рекорд по количеству усыновленных и взятых под обекунство детей. Об этом шла речь на первом в округе форуме приемных семей. Участники из города и Заполярного района приехали навстречу, чтобы рассказать, как и почему они подарили детям новую семейную жизнь. Принимать гостей, сервировать стол и чувствовать себя хозяйкой дома – навык для Светланы приобретенный. До совершеннолетия она жила в интернате. Готовить ужин, ходить за покупками и планировать свой день было для нее в диковинку. Знаете, вот такой характерный был вопрос. Света, когда пришла в мае, я работала в тот период времени и ходила на работу каждый день. Света мне говорит другая джина Витрусина, а вы как же не будете на работу ходить? То есть, понимаете, дети, которые проживают в школе-интернате, они не имеют элементарного представления о жизни людей за периметром, скажем так, детского учреждения. И Виктория Боброва решила помочь Светлане подготовиться ко взрослой жизни. Сначала девочка ходила заниматься в конно-спортивный клуб, потом стала заходить в гости, постепенно Света стала членом семьи. Были ли какие-то вот там ссоры, понимания? Естественно, были. Тем более, что у нас у обеих такой характер взрывной, да? Да. Иногда очень ругались сильно, потом измирились, дня через два. С Надеждой было все попроще. Она спокойная, любит читать и рисовать. Когда она пришла в семью Виктории, у нее появилась возможность посещать художественную школу. С едва скрываемой радостью она показывает свои лучшие работы. Это я первый год, когда училась на соревнования Шон Уайт, американский сонбордист. Заняла в ряд третьей степени. Сейчас Надежду заканчивает девятый класс Светлана, одиннадцатый. Обе учатся в третьей школе, куда перешли сразу после установления пекунства. Помимо детства, проведенного в интернате, их объединяет любовь к лошадям. Запрячь гривастого друга не составит им большого труда, но прокатиться верхом могут не хуже опытных наездниц. Сегодня к приемным семьям со стороны государства и общественных организаций интерес неподдельный. Приемная семья показала себя как эффективная форма устройства ребят из детских учреждений. В Ненинском округе количество приемных семей перевалило за семь десятков, а усыновленных и взятых под опекунство детей – за 80. Такие цифры прозвучали на первом в Ненинском округе форуме приемных семей. Инициаторы встречи – органы опеки округа и региональное отделение партии «Единая Россия». С 2011 года они реализуют проект «России важен каждый ребенок». Мы с вами неоднократно встречались, и венцом наших встреч были, конечно же, дополнения и изменения в окружные законы, которые способствовали проекту качественному улучшению качества жизни наших детей. Качество жизни приемных семей действительно изменяется в лучшую сторону. Опекуны и усыновители получают субсидии на покупку жилья, мебели, транспорта и текущий ремонт, а также ежемесячные и единовременные выплаты. Однако есть и обратная сторона социальных гарантий. В прошлом году 14 детей были возвращены в детские дома. Некоторые родители будут обязаны вернуть полученные выплаты. Очень сложно сказать, что тут все неплохие родители, и они такие нехорошие. Это неправильно, в корме неправильно. Разные ситуации. Но они своим заявлением – это их волеизъявление. К таким родителям применяться мера наказания, как возврат денежных средств, не будет. А такая мера применяется в случае, если родители приемные виновны и принесли вред ребенку. И мы их отстранили. Улыбчивый мужчина из поселка Воучейский, папа Владислава и Валерии, как и все приемные родители, утверждает, без сложностей не обойдется. До возвращения детей в интернат не дошло. Но изменить себя ради новых членов семьи пришлось, о чем он сегодня нисколько не жалеет. Все, думаю, не могу, вот не могу. Вот сижу, допустим, вечерами и думаю, они спят, а я думаю, как поступить, вот как. Вот варианты прокручиваешь, 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 там, то, все. А на утро давай-ка вот так вот разбужу, там, зайкой побалуй, вот так вот попробуй. Вот с этого и начнется, она засмеется, смотришь, день удался. Елена Навикова полностью подтверждает слова каждого приемного родителя. Некровный ребенок требует особого подхода и воспитания. Ласки, тепла и внимания ему нужно в два раза больше, чем биологическому ребенку. В этом она убедилась, когда в их семье появился двухгодовалый Никита. Мы же совершенно чужие люди были. Он чужой, мы чужие. Ему с нами было тяжело и страшно, и нам было с ним тоже тяжело и страшно. Ну, представьте, такого малыша взяли. Ну, что, что мы мама-папа. Он же не понимает, что такой мама-папа. Все, он там жил, год и девять. Вот. Любой человек для него мама и папа. Он всех папами называл. Никита стал для нее счастливым талисманом. Когда Навиковы стали оформлять документы на мальчишку, Елена узнала, что беременна. Так у Никиты появился братик. Он маленький. У него 3 года. И он ходит в садик. А что он любит делать? Э-э-э... Тоже все, наверное. Он еще там играет в любви. Прежде чем решать судьбу маленького человека, советует Елена. Надо тысячу раз подумать. Она, как и 70 других приемных семей, так и сделала. И не пожалела.